Механизмы с низшими парами, называемые рычажными механизмами, находят широкое применение в различных отраслях техники. Простейшим видом является двухзвенный рычажный механизм. Неподвижное звено такого механизма называют стойкой, подвижное кривошипом. Этот механизм используют в электродвигателях, вентиляторах и других простых машинах. Наиболее широкое применение находят кривошипно-ползунные механизмы, которые могут быть без эксцентриситета или с эксцентриситетом. Для преобразования вращательного движения ведущего звена в качательное движение ведомого используют кривошипно-каромысловый механизм шарнирного четырехзвенника. В двухкаромысловом шарнирном четырехзвеннике ведущие и ведомые звенья качаются, а в двухкаривошипном механизме ведущие и ведомые звенья вращаются. В кулисном механизме кулиса качается, если стойка длиннее кривошипа. И вращаются, если кривошип длиннее стойки. Достоинство рычажных механизмов в простоте конструкции возможности легко изменять ход ведомого звена как в кривошипно-ползунном, так и в кривошипно-кулисном механизмах. Низшие кинематические пары в этих механизмах имеют меньший износ и большую работоспособность, чем высшие кинематические пары в кулачковых, и зубчатых механизмах. Кривошипно-ползунный механизм положен в основу работы компрессоров, поршневых насосов, двигателей внутреннего сгорания и других машин. Рычажные механизмы широко применяют в металлообрабатывающих станках, в механических прессах, в горнообогатительном оборудовании, швейных и других машинах. Рычажные механизмы незаменимы в машинах, где требуется регулирование рабочего хода. Для определения скоростей и ускорений ползуна кривошипного пресса построим методом Хорд кинематическую диаграмму хода ползуна. Для этого вычертим схему механизма в нескольких, например, 12 положениях, соответствующих поворотам кривошипа на 30 градусов. Строим оси координат и на оси абсцисс откладываем отрезок, изображающий время одного оборота кривошипа. Отрезок на оси абсцисс делим на 12 равных частей и в точках деления откладываем расстояние, пройденное ползуном. Полученная кривая является диаграммой хода точки С ползуна. Для построения диаграммы скоростей выбираем полюс, лежащий на оси абсцисс. Из полюса проводим луч параллельной хорде на диаграмме хода ползуна. Каждый последующий луч отсекает на оси ординат отрезок пропорциональной средней скорости точки С на участке диаграммы хода ползуна. Эти отрезки откладываем на середине соответствующих участков. Построенная кривая показывает изменение скорости ползуна. Аналогичным образом строится диаграмма ускорений. Для определения скоростей и ускорений точек звеньев кривошипно-ползунного механизма используют метод планов скоростей и ускорений. Вектор скорости кривошипа перпендикулярен его оси. Вектор скорости ползуна совпадает с направляющей, величина его неизвестна. Вектор скорости шатуна перпендикулярен его оси, величина его также неизвестна. Вектор скорости кривошипа переносим параллельно самому себе в полюс плана скоростей. Из полюса проводим линию, параллельную вектору скорости ползуна. Из конца вектора скорости кривошипа проводим линию параллельную вектору скорости шатуна до пересечения с линией параллельной вектору скорости ползуна. Точка пересечения определяет величину векторов этих скоростей. Нормальное ускорение кривошипа направлено по его оси к центру вращения. А величина его равна квадрату угловой скорости кривошипа, умноженной на его длину. Нормальная составляющая ускорения шатуна направлена по его оси к точке А. А величина ее равна квадрату скорости шатуна, определенной из плана скоростей и деленной на длину шатуна. Тангенциальная составляющая ускорения шатуна перпендикулярны его оси, а ускорение ползуна совпадает с его направляющей. Величина этих ускорений неизвестна. Отмечаем полюс плана ускорений. Вектор нормального ускорения кривошипа переносим в полюс плана ускорения и прибавляем к нему вектор нормальной составляющей ускорения шатуна. Из конца вектора нормальной составляющей проводим направление тангенциальной составляющей его, а из полюса плана ускорений проводим направление ускорения ползуна до их взаимного пересечения. Точка пересечения определяет величину этих ускорений. Движение любого механизма происходит под действием приложенных к нему сил. Силы, действующие на механизм, подразделяют на силы движущие и силы сопротивления. Движущие силы обеспечивают движение механизма. Силы сопротивления, препятствующие движению, делят на полезные сопротивления, для преодоления которых предназначен данный механизм, и вредные сопротивления, к которым относятся силы трения в кинематических парах. Силы движущие и силы сопротивления являются функциями кинематических параметров механизма. По характеру изменения во времени силы могут быть постоянными, например, в вентиляторах. Или изменяющимися в зависимости от положения, скорости и ускорения механизма. Силы масс звеньев, приложенные в центрах масс, в зависимости от положения механизма, относят условно или к движущим силам, или к силам сопротивления. Так же, как и силы масс звеньев, на звенья механизма действуют силы инерции. Они приложены в тех же точках, что и ускорение, но направлены в противоположную сторону. Величина сил инерции определяется произведением массы на ускорение. Шатун совершает сложное движение, поэтому в нем возникает момент от силы инерции. Этот момент приложен в центре масс и направлен противоположно угловому ускорению шатуна, который определяется по тангенциальной составляющей ускорения шатуна. Зная все силы, действующие на звенья механизма, можно произвести его кинетостатический расчет, то есть определить реакции в его кинематических парах, и момент на ведущем звене. Рассмотрим решение этой задачи методом плана сил. Из механизма выделим структурную группу со всеми внешними силами, действующими на нее. Действие кривошипа и стойки на шатун заменим силами P1-2 и P0-3. Неизвестную по величине и направлению силу P1-2 разложим на тангенциальную составляющую, направленную перпендикулярно шатуну, и нормальную, направленную вдоль шатуна. Сила P0-3 известна по направлению. Она перпендикулярно направляющей, но величина ее неизвестна. Тангенциальная составляющая силы P1-2 определяется из условия равновесия группы. Для определения величины силы P1-2 нормальная и силы P0-3 построим план сил. Для этого проведем линию параллельную P1-2 нормальная и с произвольной точки на этой линии откладываем векторы сил, действующих на механизм, складывая их друг с другом. Из конца последнего вектора проводим линии действия силы P0-3 и замыкаем план сил. Величина сил P1-2 нормальная и P0-3 и их направления теперь определены. Для определения силы P2-3 отделяем ползун от шатуна и рассматриваем равновесие полученной системы сил. Замыкая многоугольник сил для ползуна, определяем силу P2-3 по величине и направлению. Для определения сил, действующих на кривошип, приложим к нему известные силы P2-1 нормальная и P2-1 тангенциальная. А также силы P2-3 и P0-1, известные только по направлению. Построив многоугольник сил, определяем величину сил P2-3 и P0-1. Работоспособность кривошипно-ползунного механизма ограничена максимальной величиной угла давления гамма-1 при прямом и гамма-2 при обратном ходе ползуна. При синтезе кривошипно-ползунного механизма максимальные значения углов давления при прямом и обратном ходе ползуна должны быть заданы. Для определения длины кривошипа и величины эксцентриситета будем перемещать ползун, сохраняя углы давления гамма-1 и гамма-2 постоянными и равными заданным. Концы шатуна находятся на границах поля. Радиус окружности, вписанный внутри поля, равен длине кривошипа. Эксцентриситет кривошипно-ползунного механизма равен расстоянию от центра вращения кривошипа до направляющей ползуна. Присоединив кривошипу шатун и ползун, получим требуемый механизм. Расстояние между крайними положениями ползуна равно величине его хода Т. Максимальное значение углов давления гамма-1 и гамма-2 определяет работоспособность механизма шарнирного четырехзвенника. Для определения длины стойки и кривошипа механизма будем вращать коромысло вместе с шатуном, так чтобы углы давления были постоянными и равными заданным максимальным значением. конец шатуна образует в плоскости механизма кольцевую область. Впишем в кольцевую область окружность. Радиус этой окружности равен радиусу кривошипа. Крайнее положение коромысла определяет его угол поворота. Окружность кривошипа можно вписать в кольцевую область и по-иному. В этом случае образуется двухкривошипный механизм.